Реки молочные в учебном цехе Международного колледжа сыроделия. Чтобы выяснить, какой сыродел края самый зрелый, достаточно дать ему сделать сыр. Но жюри конкурса профессионального мастерства решила, этого недостаточно. Каждый из участников должен был сделать примерно по 100 килограммов. На каждого по тонне молока. Внесение компонентов, свертывание молока, обработка молока, обработка уже сгустка, потом зерна обработка, потом уже слив зерна, потом прессование, потом посолка, потом уже созревание сыра. На конкурсе горячо, сырные головы отлетают, но это не сильно приближает к финалу. Победителя жюри объявляет не в день конкурса, не завтра и не через неделю. Чтобы понять, какой участник на голову выше других, придется подождать пару месяцев, пока сыр дозреет. Тогда и только тогда последний этап оценки жюри – дегустация. В прошлом году победительницей оказалась студентка последнего курса колледжа сыроделия, хотя ей противостояли мастера с 30-летним стажем. Это опыт, однозначно знакомство с новыми людьми, возможность показать себя и побывать свои силы. Ну и гордиться собой в конце концов. Гордятся и своим продуктом. Кстати, мастер высокого класса может понять, какого качества перед ним сыр без лабораторных исследований, хотя и биохимический анализ проводить обязан уметь. Кстати, профессионалы признались, что если на полках сетевых магазинов удается найти хотя бы процентов 40 натуральных сыров, уже хорошо. Хотя алтайское молоко позволяет делать самые качественные сыры, даже твердых сортов. Вкуснейшие, как нам говорят, только вот нам попробовать их так и не удалось. Сыру еще зреть и зреть. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.